Значит так, C-Shar объектно-ориентированный язык, то есть не язык программирования вообще в принципе. Что значит объектно-ориентированный? Дело в том, что в C-Shar все строится абсолютно на объектах. То есть даже, грубо говоря, несущественный код, он все равно складывается в объекты. Объекты, если провести аналогию с обычным миром, то объекты это любая вещь, которая находится у нас. То есть доска, маркер, цветок, часы, двери, все это объекты. У объектов основной вещью являются характеристики. То есть у любого объекта есть, трехмерного объекта есть такие вещи, как размеры, допустим, и положение в пространстве, то есть координатор. То есть это в программировании, в том числе в C-Shar записывается с помощью свойств. То есть так называемый свойств. То есть, например, идёт тип данных и, допустим, ширина. Пока просто такая запись, потом будет конкретно объяснено, что к чему относится. Вот. Значит, здесь идёт тип данных. Это определённый, то есть в программировании, начиная с языка C, началось ввести такое понятие, как тип данных. То есть в данном случае это к объектам относится к минусу 100, но скажите так, это целое число. То есть ширина, представленная целым числом. То есть целое число из математики это один, два, три, четыре. То есть без запятой, не дробно. То есть просто целочисленное значение. То есть, например, ширина объекта 220 см, или 280 см, или, допустим, два метра. То есть это уже контролируется, уже именно программным написанием ходов. Так вот, основные две вещи, которые есть у объектов, это его характеристики. То есть это в программировании принято называть свойствами. И методы, которые влияют на эти характеристики. То есть изменяют какое-то их значение. Наоборот, берут, поставляют это значение. Производят сложение этих значений. Например, у нас есть объятий. То есть у него есть характеристики. basic int site A Get set int site В данном случае, вот это является свойством объектов. То, что имеет какое-то значение, это не обязательно. Не обязательно какое-то числовое значение. Это может быть какое-то название, то есть какое-то строковое значение. Это может быть дробное, то есть для этого есть определенный тип данных. То есть, допустим, 3,5, или 8,7, или 3,14 и так далее. То есть значение числа ПИ. То есть это уже дробное. Это может быть какие-то другие типы данных. То есть важно, что имеется название характеристики. То есть точно так же, как у, допустим, высота, ширина. То есть у обычного объекта в пространстве. То есть или как же надо нам сидеть. И имеется тип этих данных. И дальше, допустим, минут. Пока просто заглушка. То есть вот это метод. Просто заглушка, возвращающая значение 0 в обоих вызовах этих методов. Вот это вот методов. Так вот, первым принципом программирования, инкапсуляции, объектно-ориентированного программирования, как раз и есть вот этот принцип. Объединение у объекта его свойств, характеристик и методов по управлению этими свойствами. То есть на самом деле здесь, конечно, не вот так. То есть здесь расчет формулы треугольника, но пока в периметрах, да, допустим, возьмем. То есть return, возвращаем. Значение A. Сейчас. Side. Так же, как называется здесь. Side A плюс. Side B плюс. Side B. Side B плюс. Side B плюс. Side B плюс. Все, точка запятая в конце. Вот. То есть возвращается значение суммы, да, то есть у нас есть уже какой-то конкретный, допустим, нукликт, какой-то конкретный треугольник, вот, у нас заданы в нем стороны A, B, C, значит, и используя метод Get Perimeter, мы получаем значение именно из этих свойств, из этих характеристик, да. Вот. 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 Это первый принцип инкапсуляции. Значит. Значит, здесь еще одна такая тонкость. То есть это на самом деле не объект, это класс. Вот. Что такое класс? Грубо говоря, класс это чертеж. То есть мы, когда заводим класс, мы проектируем будущие объекты. То есть в данном случае класс, ну, проще всего осталось чертежом, да, то есть у нас есть какие-то характеристики, которые мы описываем, и описываем методы, которые опираются на эти характеристики. Так. Чтобы создать, допустим, именно непосредственно в программном коде объект, мы делаем так. Мы говорим, что от этого класса будет существовать конкретный объект. Что такое ключевое слово Нью и так далее, это чуть позже. Вот. И теперь вот этому triangle 1 мы можем задавать его уже существующий. То есть мы по готовому чертежу создали определенный объект, которому мы уже задаем непосредственно его свойства. То есть в чертеж вы не можете запомнить характеристики. Вы эти характеристики записываете уже для определенного объекта. Вот. И, например, сейчас. Значит, начинаем мы все это с консольного программирования, то есть чтобы был наиболее быстродействием. Поэтому в консоли существует такая вещь. Давайте, значит, запишем, давайте еще одну переменную создадим, которая будет называться 3angle1. 1. 3мм. 1. Равняется. И сюда мы запишем так, 3м. 1. 5. 3м. То есть что здесь происходит? Мы сделали определенный участок памяти, назвали его по особому образу То есть к этому участку памяти, то есть к этим данным мы всегда уже сможем обращаться по его имени То есть всегда получить вот это данное Значит, triangle1, get, периметр Мы вызвали, собственно говоря, метод у конкретного объекта triangle1 Этот метод вызывается из чертежа То есть здесь берется side-a, side-b и side-c Так как они заданы для конкретного треугольника То вот это вот значение в итоге будет равно 12 То есть это первый принцип объекта модифицированного программирования Инкопсуляции, то есть основанная что на сочетании характеристик объектов и методов для их обработки Для обработки объектов Вот такая вот такая вот Это первый принцип объект, как в связи с этим объектов Эта модифицированного программирования Когда мы заговорили, то есть этоpool Эта модифицированного программирования Теяна сегодня